Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как избавиться от трещин на пятках. В видео также сможете узнать причины появления такой проблемы, поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Трещины на пятках – это линейные разрывы кожного покрова, которые возникают в результате потери его эластичности и утолщения отдельных участков. Сегодня с такой проблемой сталкивается более 50% всего населения Земли. Чаще всего трещины образуются в местах естественных складок и растяжения кожи, они могут быть различной глубины. Причин возникновения множества, часто они связаны с хроническими заболеваниями внутренних органов, нарушением работы целых систем и неправильно подобранной обувью. При наличии трещин на пятках человек нередко жалуется на зуд, сжение, болезненные и дискомфортные ощущения во время ходьбы. В некоторых случаях трещины могут приводить к кровотечению, вследствие чего увеличивается риск инфицирования. Причины появления трещин. Перед тем, как перейдем к ним, хотела бы попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Избежать трещин на пятках, если они не являются следствием каких-то заболеваний, достаточно легко. Для этого необходимо каждый день ухаживать за кожей стоп и раз в 2-3 недели проводить процедуру интенсивного очищения кожного покрова. В некоторых случаях нужно обратиться к врачу, провести диагностику и своевременно заняться лечением трещин на пятках. К основным причинам их появления относятся сахарный диабет. Кожа на пятках трескается из-за недостатка питательных веществ в тканях тела, что приводит к иссушению кожного покрова. Еще одним последствием сахарного диабета является лишний вес. Он создает дополнительную нагрузку на ноги, за счет чего кожа на пятках начинает трескаться. Железодефицитная анемия. Недостаток железа в организме вызывает дистрофические процессы в кожном покрове. Кожа истончается, становится сухой, начинает шелушиться и трескаться. А витаминоз или гиповитаминоз. Недостаток или избыток витаминов А, С, Е негативно сказывается на состоянии кожного покрова стоп. Грибковые заболевания. Кожа, на которой активно развивается грибковая инфекция, не способна к восстановлению. Для того, чтобы предотвратить развитие грибка, рекомендуется не носить чужую обувь, носки, не ходить босиком в общественных местах, раздевалках, в бассейне, в бане и пользоваться противогрибковыми средствами. Неправильно подобранная обувь. Слишком тесная или слишком открытая обувь постоянно соприкасается со стопами, поэтому следует ответственно относиться к выбору новой пары туфель или ботинок. Когда пятка открыта и долго находится в нестабильном положении, это может привести к появлению трещин. На состояние ног влияет и материал, из которого изготовлена обувь. Кожзам и плотные ткани не помогут сохранить здоровье и красоту стоп. Длительная стоячая работа. Людям, которым приходится большое количество рабочего времени проводить на ногах, рекомендуется каждый день выполнять процедуры по уходу за кожей стоп во избежание появления трещин на пятках. Беременность. Трещины на пятках возникают из-за набора веса, что неизбежно при беременности. Особенно проблема обостряется на поздних сроках. Постоянный уход за кожей стоп может помочь в этой ситуации. К причинам возникновения трещин на пятках также относят заболевание кожного покрова негрибкового происхождения, недостаток гигиены и хронические болезни. Методы избавления от трещин. Для этого используют народные методы, так как они отличаются высокой эффективностью и безопасностью. Перед проведением любой домашней процедуры ноги следует вымыть и выселить насухо. Важно! Если трещины на пятках стали слишком глубокими, следует обратиться к врачу для получения правильного лечения, а народные средства использовать в качестве вспомогательных. Средства из свечи. Подготовить одну свечу, натереть ее ножом, примерно столовую ложку с горкой. Смешать полученный воск с двумя столовыми ложками оливкового масла в отдельной емкости. Сделать водяную баню, держать емкость до того момента, пока воск полностью не растворится. Добавить столовую ложку свежевыжатого лимонного сока, перемешать до образования крема. Готовое средство наносят на пятки, заматывают пищевой пленкой и держат минимум полчаса. Можно оставить компресс на ночь для максимального эффекта. Мед. Быстро избавиться от трещин на пятках помогает рецепт с медом. На ночь необходимо нанести на трещины или полностью на пятки пчелиный мед, сверху надеть целлофановый пакет, закрепить, надеть носок. Средство держать на ноге до утра, после смыть теплой водой и намазать пятки гигиеническим кремом. Процедуру следует проводить 3-4 дня. Овсянка. Для приготовления средства необходимо сварить овсяную кашу приблизительно на 1-2 порции. Когда она будет готова, добавьте в нее 5 столовых ложек льняного масла, также подойдет растительное масло. Далее подготовьте два полиэтиленовых пакета, которые не будут протекать. Разделите кашу на две равные части, разложите по пакетам. Пакет из теплой овсяной каши следует надеть на стопы, а ноги укутать чем-то теплым. Компресс нужно держать 2-2,5 часа. После ноги следует вымыть теплой водой и аккуратно промокнуть полотенцем. Такую процедуру надо проводить ежедневно. Через неделю пятки станут здоровыми и мягкими. Лопух. Мазь из лопуха – эффективное средство от трещин на пятках, руках, губах. Для приготовления ее нужно мелко нарезать корень лопуха, должно получиться примерно полстакана. Взять 100 г сливочного масла, растопить в эмалированной посуде, добавить туда измельченный корень, тщательно перемешать. Емкость поставить на медленный огонь и кипятить 4-5 минут. Хранить ее необходимо в холодильнике. Готовым средством следует мазать потрескавшиеся пятки на протяжении недели, укутывая полиэтиленом и надевая на сок. Спиртовая смесь. Подготовить по 100 мл качественной водки, столового уксуса и глицерина. Все смешать. В полученном растворе смочить льняную ткань и приложить ее на ночь к потрескавшимся пяткам, зафиксировав полиэтиленом. Перед проведением процедуры необходимо хорошо распарить ноги. Утром компресс следует снять, ноги промыть теплой водой. Вечером процедуру нужно повторить. В большинстве случаев достаточно 2-3 процедур, чтобы привести пятки в порядок. Примочка из капустных листьев. Листья необходимо измельчить и накладывать в качестве лечебного компресса на ночь, фиксируя целлофановым пакетом, пластырем и носком. Чтобы подпитать и смягчить кожу, можно предварительно распарить ноги, смазать стопы пчелиным медом, после наложить повязку с листьями. Ванночки. Первое. В широком тазу смешайте полтора литра горячей воды и 250 граммов свежевыжатого лимонного сока. Опустите в ванночку ноги на 15 минут, после снимите отслоившуюся кожу и нанесите жирный питательный крем. Второе. Залейте литром горячей воды 2 столовые ложки аптечной ромашки или шалфея, настаивайте 20-25 минут. После отвар нужно процедить через марлю, держать ноги в этой ванночке следует не менее получаса. Третье. 2 столовые ложки зеленого чая, залейте двумя стаканами крутого кипятка. Через 10 минут вылейте в таз, долейте еще 2-3 литра теплой воды. Держите ноги в ванночке 20-25 минут. Четвертое. Подготовьте промытую картофельную кожуру и семена льна. Сырье смешайте в равных пропорциях, залейте дистиллированной водой и варите на медленном огне до получения густой кашицы. Далее средство нужно процедить, поместить ноги в воду на 15 минут. Процедуру можно проводить каждый день, после нее кожу вокруг трещин необходимо аккуратно срезать и протирать йодом. Пятая ванночка. В таз с водой положите несколько чайных ложек крупной морской соли, дайте раствориться. Подержите ноги в такой ванночке около 30 минут. Процедура помогает размягчить кожу стоп, снять усталость, избавиться от трещин на пятках. После нее ноги необходимо вытереть насухо и нанести крем. Мази. Измельчите в блендере 200 граммов репчатого лука, добавьте 350 граммов кукурузного масла и 100 мл растопленного пчелиного воска и прополиса. Полученную смесь следует наносить на потрескавшиеся пятки на час, после нужно промыть ноги прохладной водой. Пользоваться мазью рекомендуется на протяжении двух недель. Еще один способ. Измельчите с помощью блендера 300 граммов перышек зеленого лука до консистенции пюре. Полученную массу наносите на трещины на пятках, сверху надевая полиэтиленовый пакет и шерстяной носок. Компресс держите всю ночь. Благодаря своим антисептическим средствам лук эффективно нейтрализует болезнетворные микроорганизмы и заживляет раны. Маски. Одно спелое яблоко нужно очистить, удалить сердцевину, измельчить с помощью блендера до однородной консистенции. Полученной смесью намазывают пятки, держат в течение часа. После ноги нужно промыть теплой водой и нанести жирный крем. Еще одна маска. 30 граммов яблочного уксуса смешайте со 100 граммами глицерина. Смесь нанесите на поврежденные места на пятки, ступни оберните полиэтиленом и держите 40-45 минут. Маску рекомендуется делать через день. Травяные ванночки. Травы оказывают смягчающее и противовоспалительное действие. Растворы, календулы, шалфея, ромашки аптечной отлично подойдут для проведения домашней спа-процедуры. В ванночке с этими травами нужно регулярно держать ноги для избавления от трещин на пятках. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч!